Контроль над операциями ЧВК «Вагнер» перейдет к военной разведке России, уверены приближенные к Кремлю источники, пишет издание The New York Times. Об этом свидетельствует недавняя поездка в Малии Буркино-Фассо, заместителя министра обороны России Евкурова и генерала Аверьянова, который ранее возглавлял секретную военную часть ГРУ. Контраст с ярким господином Пригожиным не мог быть более резким, и он соответствовал посланию, которое доносил Кремль. После гибели Пригожина в авиакатастрофе в прошлом месяце российские операции в Африке перешли под новое управление. Из публикации издания The New York Times. О том, что вся оперативная деятельность ЧВК «Вагнер» в Африке и на Ближнем Востоке после гибели Пригожина перейдет под прямое военное командование Министерства обороны России, пишет издание Bloomberg. Таким образом, переход сети вагнеровцев за рубежом под контроль Минобороны положит конец схеме, при которой российские власти формально снимали себя ответственность за деятельность ЧВК. Операции наемников Центрально-Африканской республики уже готовится принять один из подрядчиков военного ведомства Российской Федерации. Из публикации агентства Bloomberg. С 2018 года ЧВК «Вагнер» присутствует по меньшей мере в 10 странах Африки. По последним данным, на континенте постоянно дислоцируются около 5000 вагнеровцев. Основную прибыль Пригожин получал от экспорта золота из Судана в Россию, а также алмазов и древесины из Центрально-Африканской республики в Объединенные Арабские Эмираты и Китай. The Financial Times оценивала доходы Пригожина от добычи природных ресурсов в странах Африки и Ближнего Востока в 250 миллионов долларов. Кремль начал устанавливать формальный контроль над разветвленной корпоративной сетью Пригожина, чьи амбиции превзошли уровень, который был комфортным для Владимира Путина. Министерство обороны Российской Федерации стало направлять в Африку делегации, чтобы информировать иностранные правительства о том, что отныне они будут вести дела напрямую с российским государством, а не с Пригожиным. Из публикации издания The Wall Street Journal. Контроль над частью активов Пригожина может получить его 25-летний сын Павел. Его формальные бизнес-активы, которые остались, и большинство из них он завещал своему сыну Павлу Пригожину. И по слухам, некоторую часть командирам, отдельным командирам ЧВК, с тем, чтобы они помогли Павлу Пригожину сохранить контроль над бизнес-активами. И вот те слухи, которые ходят о неком собрании, которое состоялось в последние дни, оно как раз должно было быть посвящено вот этим формальным распределением и работой над удержанием бизнес-активов Пригожина. Однако, помимо формальных активов, есть еще и теневые, наличные, драгоценные металлы и прочее. Удастся ли сыну Пригожина сохранить контроль над ними, неясно. С одной стороны, есть, конечно, формально юридические вещи, потому что наследственное дело действительно на Пригожина открыто, на наследство Пригожина, и, соответственно, как бы это наследство известно каким образом распределяется. И в этом смысле вряд ли Кремль на этом этапе будет противодействовать. А вот уже потом, когда Павлу и верхушке вагнеровцев покажется, что они сумели сохранить эти активы у себя, а вот дальше, что будет с ними, большой вопрос. Напомним, авиакатастрофа с бизнес-джетом, в котором был Пригожин, произошла вечером 23 августа над Тверской областью. В МЧС России сообщили, на борту было 10 человек. Из них трое члены экипажа. Погибли все. В списке погибших и глава ЧВК Вагнер и Евгений Пригожин. Юлия Грановская для телеканала Freedom.